Молодой итальянец, которого волей судьбы забросило в самый эпицентр нью-йоркской клубной жизни, один из первых диджеев в истории Фрэнсис Грасса. О нем сегодня продолжим рассказ. За вертушки впервые он стал в 68-м. Он первым стал играть клубный сет, концептуальный микс с интро, развитием, кульминацией и финалом. Подавая музыку таким образом, он уже не просто обеспечивал звуковое сопровождение вечеринок в конце 60-х. Он заложил прочный фундамент для танцевально-ориентированных клубов будущего. Возможно, столь легким успехом он обязан своей музыкальной одаренности. В юности он освоил аккордеон, а позже играл на гитаре, саксофоне, барабанах. Но главное, он был танцором. Он точно знал, какая именно музыка качает. Его музыкальные предпочтения отличались от предшественников. До него диджеи в клубах играли пластинки рок и ритм-н-блюз. Битлз, Роллинг Стоунс, Лед Зеппелин. С подачи Фрэнсиса белая публика окунулась в черные фанковые ритмы. Тайк и Блэзерс, Кул и Ганг. Он познакомил тусовщиков с жесткими африканскими барабанами и латиноамериканскими ритмами. До Фрэнсиса никто особо не заморачивался насчет дисков. Диджеи пользовались фонотекой клуба. Грасса одним из первых диджеев стал собирать свою коллекцию пластинок. Он тратил все свои деньги на поиск раритетов. Рылся в архивах, ездил за ними в другие города. Много времени проводил в музыкальных магазинчиках, перебирая полки с дисками. Когда его клуб Салвейшн закрылся, это стало большим ударом для Фрэнсиса. Он запил и тихо стал продавать пластинки. Но, слава богу, забвение длилось недолго. Друзья устроили его в клуб Тарот. Но потом его переманили в легендарный Сенчури, святилище. С момента своего открытия этот клуб вызывал ожесточенные споры. Сначала он назывался Чорч, так как располагался в здании старой баптистской церкви. Его оформление могло повергнуть в шок даже самых искушенных посетителей. Из-за алтаря с большой фрески грозно смотрел дьявол, глаза которого казались живыми и подвижными. Вокруг него занимались любовью ангелы, каждый из которых был порочнее предыдущего. Напитки подавались в специальных чашах, сиденьями вдоль стен служили церковные скамьи. На самом алтаре стояли вертушки, за которыми диджей совершал обряд причастия нового вида. Едва начав работать, клуб тут же прикрыли. Судебную тяжбу затеяла католическая церковь. К повторному открытию оскорбительные гениталии ангелов благоразумно прикрыли пластиковыми гроздями винограда. А название сменили на Century – «Святилище». Пока длились судебные тяжбы, управляющий клуба сбежал, прихватив 175 тысяч долларов. Новыми владельцами клуба стали гомосексуалисты. По сути, «Святилище» был первым гей-клубом Нью-Йорка, не стесненным никакими условностями. Молодой итальянский диджей Фрэнсис Грассо оказался там единственным мужчиной традиционной ориентации. Именно здесь Фрэнсис так отточил свое мастерство, что собирал полный танцпол 7 дней в неделю. Народу всегда было так много, что если кто-то отключался, упасть он не мог. Люди держали друг друга в вертикальном положении. Рассчитанный на 350 человек, клуб ежедневно набивался почти до 2500. Режиссер Алан Пакула в фильме «Клют» 1971 года запечатлел для истории этот рассадник порока. Фрэнсис Грассо появляется там в кадре примерно на 3 секунды.